Субтитры сделал DimaTorzok У меня слизь какая-то на руках, на ногах, тянущаяся такая. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Аллу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Аллы поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. На месте поставь нам защиту от этой слизи. И выставляю. Один, два, три. Хорошо. Что ты видишь, Вера? Ну, я вижу с ней сущность, которая вот эту слизь несет, но я не могу понять, кто он. Как расширяется, и опять свое тело... И я даю команду на счет 3, это сущность силы моего намерения вытаскиваю и швыряю в клетку тюрьмы. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Она похожа на... Снимаются все маски и голограммы. Фантом сущности предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Предупреждая сущность, малейшая мимикрация в комнате диагностики заканчивается галактическим ядром. Если она сейчас не проявится, так и случится. На ящера какого-то, хамелеона или что-то такое похожее. Лизард какой-то. У него только подпородок какой-то вот трясется. Лизард. У нас был уже один когда-то лизард. Сильно линоватым кента цветом. Хорошо, я даю команду на счет 3, включая Али, внутренний белый свет. Один, два, три. И она выдавливает всю эту слизь на чистоте лизарда. Один, два, три. Все выходит до последнего микрона и формируется в шар перед Аллой. Тогда будет так, а так и есть. У него такой раздвоенный язык. Из него выходит вот эта слизь. Из него? Да. Мы должны из нее были слизь убрать. Но из нее выходит тоже. Я бы на него просто смотрю, как он все ведет. Из нее выходит в шар такой зелено-фиолетовый. Ну и что это за шар? Зеленая, то есть салатовые цвета. Выставляем. Еще смесь зеленого. Но это его слизь. Что она ее выпускает в нашей комнате? Нет, из нее это выходит. Он выпускает в клетке. Хорошо. Почему он выпускает эту слизь из клетки? В клетке вернее. Он хочет скинуть или что с ней? Нет, он себя чувствует так увереннее. Это его личный. Как дом он себе делает. Он себе дом делает. Под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. Эта слизь уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Сущность, я тебя предупреждаю. Если ты не будешь сейчас со мной кооперировать, и будешь пытаться вообще что-то делать, ты уйдешь вслед за этим слизью. Тебе это понятно? Наверное, понятно. Он смотрит на тебя. Тебе дать удар, тебе достать энергию от мана, засунуть тебе ее в пасть, чтобы ты лучше понял. Объясни мне. Или ты будешь подчиняться моим командам? Это последний раз, я спрашиваю. Он будет отвечать. Хорошо. Все. Переходим к скену. Я приветствую Аллу. Интересуюсь, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам свою биополе на период сеанса? Она показывает на горло. То есть, слизь вышла, вот это. И ей трудно говорить. То есть, он не зря показывал этот язычок. А вся Алла тоже отвечала хорошо, когда надо было. И Алла тоже отвечала хорошо, когда надо было. Это, конечно, другой вопрос. Хорошо. И я даю команду, значит, Рис Кеннер начинает сканировать пространство над головой Аллы, под ногами. И Алла находит все. Здесь и скеннер не нужен. Они посыпались из нее все. арахноид, инсектоид, инкуб и бес. Считай цифру беса над головой. Восемь. Восьми герцов. Хорошо. Так. Лизард, арахноид, инсектоид, инкуб и бес. Пять каналов, да? Да. Все знают, где они находятся? Или кому-то объяснить? Все знают. Хорошо. Сейчас мы начнем с реверса энергии. Отдадим все темные энергии. Вернем все светлые энергии. После этого вытащите все, что оставили. После этого вы... Я вас рассинхронизирую с биополем Аллы. И после этого я проведу проверку 2 миллионами герц скеннером. Если кто-то что-то забыл или оставил, он по каналам сгорит. Я не хочу, чтобы никто горел в этой клетке. Поэтому я призываю вас выполнять мои команды и не обманывать. Кто попадется на обмане, тот будет наказан. Я не рекомендую это испытывать. У нас есть оружие на всех частотах. И я даю команду тонкой копии Аллы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются, сущности подходят к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии и откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Алле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, без. Он мимикрирует. Снимаются все маски и голограммы в клетке. 1, 2, 3. Если он сейчас сущность не проявится, я ее сожгу. 1, 2, 3. О, отлично. Джин получает удар. 100 тысяч герц. Удар. Просит не бить. Открывается портал перед его клеткой в галактическое ядро. 1, 2, 3. Хорошо. Джин, ты меня обманул в моей комнате диагностики. Ты готова уходить в галактическое ядро? Я предупреждал всех. За обман буду наказывать. Итак, мой вопрос. Ты готова уходить в галактическое ядро, паразит? Нет, он не готов. Хорошо. Закрывая портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Я тебя предупреждаю первый и последний раз. Если ты еще раз осмелишься в моей комнате мимикрировать, я не только тебя накажу, я тебя медленно буду наказывать. И тебе это очень не понравится. Ну, понятно. Хорошо. Не пытайся. Считай цифры над головой Джина. 1, 2, 3. 38, 46. Отлично. 38, 46. 6. Хорошо. Значит, беса у нас нет. Нет, у нас есть Джин, у нас есть инкуб, у нас есть инзиктоид, арахноид и лизард. Все верно? Посмотри, пожалуйста. Да, все верно. Отлично. Хорошо. Ждем окончания реверса от Джина. Канал есть? Есть, да. Хорошо. Все назад пошло. Итак, лизард, как долго ты находился в биополе Аллы? Цифра идет 20 лет. 20 лет. На что ты зашел и почему ты так долго находился в биополе? Какую энергию ты подпитывал себя? Какой? Зашел на еду. Объясни. Ну, показывает, она есть, вырабатывает определенную энергию. А какую энергию можно вырабатывать, переиди, я не пойму, что заходит лизард? Объясни мне. Энергию пищи. Но все люди едят. Это что, все вырабатывают энергию пищи? Или она ест очень сильно и очень охотно? Или как это понять? Или ест сверхмеры? Объясни. Или она ест не то? В чем причина? Он показывает больше. Значит, это даже не энергия самой пищи, а это та энергия, которая появляется после еды. Это всегда дает определенную энергию человека, которую они видят. Она как заряжается энергией. После еды удовлетворена она. Ему это подходит, чтобы жить и строить свой дом. Я просто не понимаю. Каждый человек испытывает такое чувство после еды. Почему ты именно к ней подцепился? Он почему-то показывает, что он увидел вот это удовлетворение ее, как белую энергию внутри нее. И как ей избежать этой подключки в будущем? Я вот тоже не понимаю. Ей что, перестать кушать? Или только она выделяет эту энергию после еды, что ты ее увидел? Мне что-то непонятно. Ты мне сейчас правду говоришь, Лизард? Ставим маячок зеленый-красный над его клеткой. Если он врет, красный. Если нет, зеленый. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо, объясняй тогда. Ну, показывает, что после еды ей спать хотелось. Как эта энергия называется, которая тебя притянула? Чрезмерная еда? Или как это? Что это такое? Ну, вот опять идет это слово удовлетворение. То есть она удовлетворялась так, что получив еду, она хотела спать. Да. И вот эти, то есть она удовлетворялась. А как ей надо было поступить? Не, получая еду и поспав, она удовлетворялась этим. Там несколько энергий соединились, и ему это нравилось. Хорошо. Понятно с этой информацией. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Алла забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Оксана себе обратно. Алла, пардон. Алла, хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. В общем, все тачки остановились, энергия пошла, Лизард допоказывал свою картинку. Да. Это было как пикник, просто поле, зелень вокруг, какая-то типа одеяло что-то, может дача или что-то такое, природа в общем. Он показывает траву зеленую и она уснула там, покушала и уснула. То есть, это не постоянное было, это покушала, она уснула и вот там ему это все понравилось. Солнечная погода, вот он передает вот эту, как нега называется такое, что-то зелень, солнце, теплота, удовлетворенность от еды и вот эти несколько энергий, они соединились в одну энергию сна, еды, солнце, сплетение, травы, вот этот запах. И туда он и заполз. Хорошо, я все понял. Хорошо, арахноид, как долго ты находился в биополе? Пять лет. Кто из вас присутствует всех в квартире ее? Арахноид присутствует. Хорошо, арахноид присутствует. Джин присутствует. И Джин присутствует. Хорошо. Алла, мы обращаем ваше внимание, мы уже обращали ваше внимание на чистку квартиры, но вы это проигнорировали, поэтому мы ничего не можем сделать для вашей квартиры на настоящий момент, так как Джин там присутствует, присутствует там еще арахноид, мы вас почистим сегодня, вернем назад, но вы будете жить в квартире сейчас с порталами. И, кроме того, там присутствуют присадки, подключки этих интерферентов, о которых я говорил. Это ваш выбор на настоящий момент. Хорошо, Инзик, но он знает, что делать, чтобы было не скучно. Ну, в принципе, да, здесь не поспоришь. Хорошо. Я спрашиваю Джина, как долго он находился в этом биополе? Между трех и двух лет, больше двух. А почему этот такой разнос два-три года? Ты что, выходил или что, я не пойму? Нет, он был в квартире, потом зашел к ней. Понятно. Хорошо, что ты собирал? Чем ты питался? Подожди или наоборот. То есть? Пришел к ней, потом выходил в квартиру. Он тоже это может делать. Хорошо, как ты попал в квартиру, объясняй мне? С какой вещью? Деньги. С деньгами ты пришел? Купюрами попал. Понятно. Человек, конечно, не знал, что ты там находишься с этими купюрами, да? Почему ты перешел к этому человеку? Что тебя так притянуло? Желание работать и зарабатывать. Монеты. Это то, что мне надо. Золотые монеты тебе, да? Обычно работать не хотят, а она хочет. Хорошо. Теперь скажи мне, ты подкидывал идеи, как зарабатывать деньги? Для меня вырабатывать пустую энергию при заработке денег? Джин, когда я задаю вопросы, я уже знаю на них ответы, поэтому я рекомендую. Городирует ответ. Хорошо. Там не было определенных идей, самая главная его идея была, что ей нужно держать себя в порядке, быть красивой, вот как он говорит. Но с каких пор Джинова интересует красота? Я вот не пойму. Тебя всю жизнь интересовали... Она работает в индустрии красоты. Она работает в индустрии красоты, понятно. И ты направлял туда ее усилия. На чем она теряла свою энергию? Он направлял ее... Он давал ей идею, что первое, что она должна сама красиво выглядеть. Красиво это слово. Ну хорошо, но она красивая. Дальше что? Чем ты зарабатывал эту энергию? Ты можешь ее зарабатывать только пустыми действиями. Когда у нее ничего не получается, тогда тебе золотые монеты идут. Итак, я слушаю. В этом был весь замысел. Она не повышала свою квалификацию. Побольше уделяла зеркалу красоте. А вот как. Хорошо. Скажи мне, ты много монет золотых собрал? Я бедный джин. Я еще ни одного богатого джина не видел, поверь мне. А я встречал на два уровня выше тебя джинов, которым действительно тысячи лет. Итак, джин, мой вопрос. Ты много заработал монет? Я же могу достать сейчас твой кувшин и посмотреть. Ты не понимаешь в серьезности, да, ситуации? Это его больное место. А я могу тебе еще, знаешь, сделать из этих золотых монет, оставить горстку пепла. Мне только не делай это. Вот, я тебя предупредил. Если ты еще раз попытаешься мне не ответить на мои вопросы, или мне придется задавать тебе наводящие вопросы, или я почувствую, что ты меня обманываешь, все твои магические кольца, серьги, чалму, я все превращу в пепел вместе с этими золотыми монетами. Посажу тебя в кувшин и отправлю на дно ледовитого океана. Ты злой человек. А ты добрый? Из чего ты взял, что я человек? Я джин. А с чего ты взял, что я человек? Вижу. Я тебя предупредил, джин. Я тебе говорю, я верю каждому второму твоему слову и буду его проверять. Если я еще раз замечу, что ты попытаешься мне что-то не договорить или не ответить, тогда я буду злым человеком, как ты сказал. Переходим к процедуре вытаскивания всего. Лизард, у тебя что-то осталось в биополе? Аллы? Нет. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что у тебя осталось в ее биополе и возвращайся назад, докладывая готовность к проверке. Приступай. Паутина у нее в голове. Паутина. Хорошо. Как она воздействовала на нее на физическом плане? Это паутина. Ну, она как в голове, так и на голове как каши. Так и есть. Вот она у нее все. Пусть все вытаскивает. Сколько они у него голова, плечи покрыты паутиной. И как это воздействовало на нее на физическом плане? Концентрации нет, запутанность, нерешение, нет, есть мысли, но нет продолжения этих мыслей, принятия решения, какой-то ответы не идут, и только вопросы все снял. Никаких вопросов к арахноиду. Инзиктоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, отсасывай всю жидкость, все, что у тебя осталось, отключайся полностью, и возвращайся в клетку, докладывая готовность к проверке. Приступай. У него очень много воды, жидкости какой-то, верни. Готов. Выходит инкуб, снимает все, что он оставил, все ленточки, все ошейники, корсеты, ничего не забывает, возвращается в клетку и докладывает мне о готовности к проверке. Если он попытается какую-то глупость сделать сейчас, это будет его последняя попытка. у него ремень на шее у нее сдавливал, а воздуху мало ей было. Когда ты воздействовал по ночам или днем или в течение дня? По-разному. По-разному, хорошо. Все снял. Так, Джин, Джину выходить не надо, я даю тебе команду вытаскивай всю свою пыль, которую ты распылил, до последнего микрона. Если я что-то еще найду, смотри, Джин, я тебя предупредил. Приступаю. Через ноги выходит пыль. Какого цвета? Синяя. Синяя. Хорошо. Конструкция у него имеется на позвоночнике. Отлично. Конструкция идет в отдельную клетку, когда он ее снимет. Чтобы ему удобнее было кататься. Она очень похожа на такое сидение, когда на картинках видела, на слонах катаются. Вот он себя именно так показывает. Так он себя чувствовал по дешагам. Что, хотел пережить старые времена, когда ты жил в Ориенте? Хотел, хотел. Я вижу. Я вижу этот гарем, в котором ты себя с падишахом великолепно чувствовал. В каком году ты жил? Там? 1478. А какая это страна была? Турция. Если хочешь, я тебя могу в Турцию отправить. 1478 год. Погуляешь? Хочешь? Нет. Это будет лишь люди. Параллельный мир прошлого. Это верно. Все снял. Хорошо. Так, я даю команду на рассинхронизацию Аллы с энергией 100%. Закончится автоматически. Она говорит, сколько же во мне этой грязи было? Немало. Она показывает, что она чувствовала вот эту синюю энергию Джина, Резарда, Слизь, и Арахноида. Она их чувствовала. Остальных не понимала. Серость вот эта Арахноида на голове она чувствует. Готовая рассинхронизация закончена. Отлично. Хорошо. Я включаю внутренний белый свет Аллы. Один, два, три. И на счет Реала начинает выдавливать. И стекла устанавливается автоматически, когда все будет выведено. Готово. Отлично. Хорошо. Я даю скэннеру шар большой. Да. Открывается портал в галактическое ядро. Подадим шаром. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Я даю команду скэннеру на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. На чисто от интерферента. Хорошо. Все прошли проверку. Подхожу к Алле, кладу руки на плечи, даю ей свою энергию и помогаю моей энергией сделать импульс высокого вибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро и каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Все прошли проверку. У нас остался арахноид, у нас остался джинн, который присутствует в квартире. Я хочу вас предупредить арахноид и джинн, которые присутствуют в квартире. Пока у нас нет такого задания и воли изъявления, а вы почистите ее квартиру. Но, как только это случится, я через 10 минут буду в этой квартире и вытащу вас обоих. Если я второй раз с вами встречусь, если вы до этого момента не уйдете из ее квартиры, то начнется месиво. Будет очень больно, и очень неприятно. Я настойчиво вам рекомендую собрать все свои шмотки, все, что вы там оставили и добровольно уйти через порталы на свою чистоту. Если этот месседж, если эта информация до вас не дойдет и вы подумали, что я пошутил, тогда вы в полной мере ощутите мою силу решимости. Вам понятно? Понятно, тебя услышали. я пока предлагаю. Хорошо, они меня услышали. Пока второй раз я их не видел. Буду отпускать их на их чистоту. Лизард, я тебе запрещаю приходить в это биополе. Ты это понял? Он спрашивает, а она запрещает? Давай спросим, Алла. Лизард спрашивает, запрещаете ли вы входить ему в ваше биополе? Она говорит, да чтобы все в аду горели. Лизард, отправите в ад. Он хочет на свою чистоту. Ну только что ты спросил, хотела ли она или нет, она хочет вас уничтожить. Он получил ответ. Получил ответ. Тебе больше вопросов никаких нет? Нет. Хорошо, смотри, Лизард, это является точкой отсчетом. Хорошо, ты готова уходить? Готов. Ты к какому типу вообще относишься? Криптилоидам, драконам, к кому ты относишься? Под вид дракона. Под вид дракона, значит у тебя своя чистота есть. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда. 2, 3. И лизард забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готова. Арахноид, ты все понял? Понял, да. Я тебя отпускаю сейчас на твою чистоту, но ты должен все остальное учитывать. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Инзиктоид готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоид 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Джин, что мне с тобой делать? Домой отпусти меня. к себе имеет ввиду. В 1478 год? На мою алму. А, хорошо. Ты понял все, что я хотел сказать, да? Понял. Если ты захочешь со мной встретиться, можешь нарушить эти правила. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Алла, вы поняли, что в вашей квартире находятся две сущности. Я попытался им объяснить, что им стоит уйти, прислушаться они или нет. Я не могу сейчас сказать, но, во всяком случае, я надеюсь, что вам в квартире будет легче. Не забывайте, что порталы у вас открыты, и если один Джин ушел, зайдет второй или демон, или черт. Потому что это как спать в плацкартном вагоне возле туалета, который постоянно открыт. Вы всегда будете чувствовать запах. Поэтому вам надо избавиться. Поэтому мы всегда объясняем, что людям стоит в первую очередь думать о том, куда они возвращаются после чистки. Мы сейчас чистую вас возвращаем в квартиру, которая полна порталов. Вы сейчас с этого момента практически становитесь лакомыми кусочками. вы освобождены от интерферентов, и каждый другой интерферент, он не знает этой истории, он не знает об этой чистке. Он видит не вас, он видит ваш фантом светлый. И первое желание, которое у него возникнет, это войти и нажраться энергии. Именно поэтому я вам рассказываю эту историю, для того, чтобы вы поняли, как это все функционирует. Пространство вокруг человека должно быть чистым. Хорошо, включаем высоковабрационные энергетические лучи фиолетового цвета 500 тысяч герц, и они вытесняют за пределы этой комнаты. Всю негативную патогенную энергию уходит за пределы комнаты, остается только твоя энергия, моя и энергия алой. Готово, но у нас клетки конструкция джина еще осталась. Открывается под ней портал в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, пошли по частотам. Эмоции вышли, но кроме этого еще вышло сплетни и обсуждения. Вот как. Хорошо, Алла, мы обращаем ваше внимание, энергия сплетен и обсуждения это энергия бесовская. Бес к вам не зашел по одной простой причине, потому что там сидел джинн и демон не зашел. Но это их чистота. Я прошу вас учесть этот момент, если вы будете дальше заниматься сплетнями и обсуждениями, независимо от того, кого это касается, вы тем самым притягиваете этих сущностей к себе. И они приходят на свою чистоту. Вот так это все действует. Вам понятно, Алла? Я понятно. И еще эти энергии, это они у нее отяжеленные собрались в ногах. Вот эти энергии обсуждения и сплетения. И были лярвами. И лярвами. Хорошо. Алла, здесь я больше ничего добавлять не буду. Я вам все сказал. Вы взрослый человек, вы в состоянии сами понять. Причина следственная связь. Сначала идет причина, потом идет следствие. Но не наоборот. Если у вас болят ноги, вы должны искать причину. Мы причины боли ног вам нашли и указали. Если вы не хотите, чтобы эта боль к вам вернулась, измените свою реакцию, измените свое поведение. Вам это понятно? Понятно. Отлично. Переходим. Идем дальше. Хорошо. Собрался, его надо сбросить. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3 и произойдет сброс этих энергий. 1, 2, 3. Пошел сброс. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим к закачке энергиями. Поцени тонкую копию аллы к источнику высокой вибрационной чистой энергии, которую она получает во время сна. Запроси биополис, сколько энергии, какая частая вибрация максимально комфортная для нее. 3, 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 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота ее вибрации поднимается до 22 керц. Пошел подъем. Немедленно идет все. Она вообще очень удивлена энергией. Как новое чувство для нее какое-то. Давно забытое. Очень жаль. Очень жаль. что человек не уделяет внимания достойного развития своей души. Она говорит, я вся трепещу от вибрации. Готово. Это ваши цифры Алла 330% и 22 герц. И заполняться вам надо этими энергиями. У нас есть обучающее видео на канале. Так и называется обучающее видео. И там это все стоит. Посмотрите. Вам это наверняка будет полезно. На счет 30. Запускаем процесс. Говорят, как необычно. Как будто он 3 меня что-то посевелится и просыпается. Почему как будто? Так и есть. Просыпается. Отлично. Пусть тонкая копия Аллы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 600. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Аллы до числа до числа значения 600 герц. Пошел подъем. Свет. Она говорит, я живу во тьме. Свет и радость. Так и есть. Мне не хватало этих эмоций. Хорошо. Теперь, когда вы это знаете, Алла, вы всегда можете что-то изменить. Если вы до этого могли сказать, я не знала о существовании невидимого мира и всех этих интерферентов, паразитов, сейчас вы этого уже не можете сказать. С этого момента вы должны начать. Это вам рекомендуется. Как вы можете поступать, это ваше право. Но мы рекомендуем вам начать заниматься собой, своей душой. На городках все чисто внутри и вокруг. Видите, как хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алла, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Меркабу поставишь? Конечно, хорошо. Создаем защитную оболочку поля. 1, 2, 3. Ей радостно от этого. Это ваше защитное. Воспоминания к ней приходят. Она видела это раньше. Конечно, видела. Готова? Отлично, хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алла. Как сейчас? Все новое. По-новому чувствую себя волшебно. Прослушайте этот сеанс несколько раз. Там очень много информации для вас. Измените свою жизнь. Не повторяйте этих ошибок, которые вы повторяли, которые открыли двери для этих интерферентов. Задумайтесь о чистке квартиры и продолжайте работать над собой. Заправляйте себя энергиями, даже если вы их вначале не чувствуете. Представляйте себе, что вы заправляетесь этими энергиями и попытайтесь ощутить, как они резонируют в вашем теле. Если у вас это получится, это вас продвинет на очень хороший такой кусок вперед. Вы все поняли? Благодарю вас. Отлично. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Аллы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Пошел процесс. Она гармонизируется с телом и у нее легкость появляется на физическом теле. Все связано. Иначе не бывает. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Субтитры подогнал «Симон»